Всем привет! Данный видеообзор записан специально по заказу рыболовного интернет-магазина fmagazin.ru Хочу вам рассказать о силиконовых приманках от фирмы EcoGear, называются они PowerShed На сайте данные приманки представлены в трех размерах, это 3 дюйма, 4 и 5 У меня самый маленький размерчик, приманки у меня представлены в размере 3 дюйма, в упаковке идет 8 штучек Цвет у меня такой перламутровый, номер 5140 Ну а на сайте вы можете выбрать из более чем 30 расцветок, ну просто какое-то невероятное количество цветов на любой, так сказать, вкус и цвет Большое разнообразие, много оттенков розового, красного, белого, ну то есть очень и очень большие вариации Поставляются в такой вот упаковке, изначально упаковка идет запаянная, то есть для того, чтобы из пачки у нас не выходил ни запах, ни выливался аттрактант И чтобы вскрыть нашу упаковку, нужно зарезать было, ну так как эти приманки у меня в коллекции довольно-таки продолжительное время Естественно я на них ловил, из 8 штучек у меня сейчас осталось 6, остальные поели хвостики судачки В принципе приманки очень интересны данным клыкастым охотникам Что хочется сказать по упаковке Упаковка в таком вот синем интересном стиле Есть довольно-таки большое окошко, в котором видно наши приманки Производитель нам обещает, что производит данная приманка звуковые эффекты, которые улавливает хищник Есть у нас вкус и запах у приманок Имеется логотип фирмы Сзади показывает нам, как лучше всего монтировать данные приманки Это либо джиг-головочка, либо специальная джиг-головка с офсетным крючком Но обычно в наших российских условиях такими монтажами редко кто пользуется Просто офсетный крючок с разборной чебурашкой Либо здесь показан офсет, но без загрузки То есть, в принципе, можно использовать данную приманку на неогрузке Но я думаю, она имеет не настолько, так сказать, широкую разнообразную игру Для неогрузки я данной приманки, в принципе, бы не советовал Итак, давайте я вам достану Покажу, что из себя представляет Называются они Power Shed Но, как по мне, никаким шедом тут, естественно, не пахнет, судя по форме Это больше, ну, Power Minnow Тогда да, почему назвали данные приманки шедиками, непонятно Имеет приплюснутую форму Из интересного это два вот таких вот баковых полничка Напоминает какому-то сорганчику, какую-то морскую рыбу Но, в принципе, понятно, что создаются изначально почти все силиконовые приманки Где-то в Японии они создаются для ловли морских видов рыб И здесь мы уже их приделываем, так сказать, к нашим реалиям К пресноводным хищникам Но напоминает какую-то морскую рыбешку На спинке есть название Эко Также детализировано сделана голова приманки Есть жаберные крышки, глазик И тело у нас довольно-таки продолговатое Заканчивается небольшим тоненьким хвостиком На котором стоит вот такая вот треугольная пяточка В принципе, игра у данного виброхвоста еле заметная Но на быстрой проводке, если вести, он очень-очень быстро шевелит хвостиком И, в принципе, неплохо даже приманивают рыбу На небольшой какой-нибудь джиг-головочке Неплохо я ловил на данную приманку судачка Очень еще удачный такой цвет интересный Перламутровый он немножко у меня потягнел Со временем изначально он был более такой в белизну Приманки очень интересно пахнут Даже тяжело мне передать Но чем-то рыбным Не сильно отталкивающим Приятный аромат Использовать, как я уже нарисован на пачке Это овсетник, одинарник, джиг-головочка У меня вот эти приманки больше все-таки интереснее Работали именно на джиг-головках где-то 6-8 грамм Недальний заброс где-то И под берегом, когда судачок вечерком подходит Поискать малька Вот эти приманки неплохо так себя показывали Ну так как по форме и по размеру В принципе небольшой малючек Ну размеры это не главное Самый крупный, который там 11,5 см вариант Тоже неплохо работает У меня они были, но к сожалению Показать я их не могу Их сожрали всех Неплохо так у них отлетают вот эти пяточки Ну судак оторвет хвостик любой приманки Любители они отъедать эти хвосты Такая вот интересная приманка от фирмы Экогир Пауэршед Ну а на этом мой обзор подошел к концу Всем спасибо за внимание Пока